Всем привет, друзья! Вы на канале WebDeveloperBlog. Не забывайте подписаться на канал, а также поставить лайк этому видео. Сегодня речь пойдет про всеми любимый язык программирования JavaScript. Видео про JavaScript всегда набирают больше всего просмотров и комментариев, поэтому я решил сделать видео про тренды JavaScript на 2019 год. Рассказать, какие инструменты популярны, какие фреймворки и библиотеки будут использоваться, что лучше учить начинающим в 2019 году, да и вообще все, что будет с JavaScript в наступившем новом году и вообще чего ожидать. Развитие JavaScript происходит очень быстро и очень быстро все меняется. Особенно это было видно за последние 12 месяцев. 2018 год был годом активных действий, различных изменений и новых инициатив в области веб-разработки. Гонка за то, чтобы стать предпочтительным и чаще выбираемым фреймворком JavaScript еще сильнее обострилась, так как все больше и больше проектов начали выбирать React.js, ну и даже Vue становится чуть популярнее, чем Angular. Но кроме знаменитых фреймворков и библиотек, есть также инструменты, о которых вы могли еще не знать и не использовать. Сегодня я расскажу о некоторых, которые вы обязательно должны испробовать и разобраться с ними. Эти новые фреймворки и инструменты могут стать ключом к тому, чтобы открыть для вас двери, так скажем, в новых инновационных проектах. И первое это, конечно, GraphQL. Многие считают, что GraphQL станет заменой REST API в будущем. Однако REST и GraphQL это не обязательно должны быть конкурентами. И одно не является лучше другого для всех приложений. Каждое решение индивидуально хорошо подходит под определенные цели. GraphQL открывает новую возможность, которая позволяет разработчикам делать более конкретные запросы с сервера и упростить их упаковку. GraphQL интегрируется с React через платформу Relay. Это важная тенденция для запросов к серверу и API JavaScript. В двух словах, GraphQL это синтаксис, который описывает, как запрашивать данные. И в основном используется клиентом для загрузки данных с сервера. GraphQL имеет три основные характеристики. Во-первых, он позволяет клиенту точно указать, какие данные ему нужны. Во-вторых, облегчает агрегацию данных из нескольких источников. Ну и третье, это использует систему типов для описания данных. Обязательно рассмотрите GraphQL, он вам пригодится. Далее Next.js. Next.js это минималистичный фреймворк для приложений JavaScript. Помогает упростить реализацию приложения. В сочетании с React вы можете получить все мощные функциональные возможности React. В то же время вы получаете очень простое использование, аналогичное в UGS с точки зрения инструментов, разделения кода, маршрутизации и так далее. Next.js используется, чтобы ваш JavaScript работал универсально, будь то на сервере, компьютере или мобильном устройстве. Это помогает создавать универсальные приложения, представленные на сервере с минимальным кодом и тернистостью пути обучения. Определенно стоит учить Next.js, если вы еще этого не сделали, особенно потому, что он хорошо работает с React для создания мощных универсальных приложений. Далее в этом видео нельзя не упомянуть Vue.js. В настоящее время Vue.js становится одним из самых популярных фреймворков JavaScript. Его применение и потенциал привлекает большое внимание и ведет к длительным дискуссиям. Это библиотека JavaScript для создания веб-интерфейсов. И самым большим преимуществом Vue.js является отсутствие 10 предыдущих версий. Так скажем, он свеж и молод. Он учился на ошибках и успехах React и Angular. И, как мы видим, Vue.js очень легок и прост в освоении. Некоторые особенности Vue.js для 2019 года. Это, во-первых, отличная производительность Vue.js, начиная с версии 2. Это продукт с открытым исходным кодом. Также есть такой инструмент, как Vue.tify, для реализации великолепных идей пользовательского интерфейса. Также существует инструмент Nuxt для замены модуля. Ну и также во Vue.js очень стабильный API. Далее перейдем к следующему. Следующее это Reason. Facebook использует Reason для производства веб-приложений мессенджеров. Причина – это компиляция языка JavaScript. Он также включает в себя оболочку Reason React, которая позволяет писать код Reason, скомпилированный в React.js. Причиной является функциональный и статический язык программирования, который может управлять веб-приложением на одной странице. Это позволяет вам писать код безопасности, который хорошо работает с JavaScript. Это определенно новая тенденция, которую стоит рассмотреть, если вы являетесь разработчиком JavaScript. Не уверен, что вы пока что найдете множество вакансий, где используют данный инструмент, но, возможно, в будущем это будет часто используемый инструмент для работы. И также не изменяет своей популярности и React.js. React – это библиотека JavaScript для создания пользовательских интерфейсов, поддерживаемых Facebook. Он идеально подходит для больших веб-приложений, которые используют данные и допускают изменения без перезагрузки страницы. React упрощает создание интерактивных пользовательских интерфейсов и может использоваться в сочетании с другими библиотеками или средствами JavaScript, такими как Angular. React имеет поддержку Facebook, и его сообщество растет вместе с его популярностью. Ни в коем случае не стоит забывать про React. Если вы только начинающий, то рекомендую вам изучать именно эту библиотеку. А в целом, если вам интересна данная рубрика, то напишите об этом в комментарии, я сделаю еще видео про новые инструменты. Вообще JavaScript постоянно меняется и развивается, и, вероятно, в следующем году появятся уже новые ведущие технологии. Быть на шаг впереди – это сложная задача, но она очень важна для веб-разработчиков, которые хотят работать на вершине своей профессии и над самыми интересными проектами. А на этом у меня все. Всем огромное спасибо за ваш просмотр. До новых встреч. Всем огромной-огромной удачи. И пока.